В Казахстане разрешили комбинированное образование. Это стало возможным благодаря улучшению стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации. О том, какие требования должны будут соблюдать в школах, сегодня на брифинге в СЦК рассказала вице-министр профильного ведомства Шулпан Каринова. По ее словам, уже с марта ходить в учебные заведения разрешено детям с 1 по 5 классы общеобразовательных школ и с 1 по 7 международных. При этом в МОНИ отметили, что учащимся не обязательно носить форму, можно посещать занятия в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Ну и главное, конечно, соблюдать все санитарные нормы, чтобы не допустить распространения опасного вируса. К слову, если в семье будут зафиксированы случаи заражения или контакта с носителями инфекции, дети смогут продолжить обучение только дистанционно. На сегодняшний день 47% школьников обучаются в штатном формате и 53% школьников остаются обучаться в дистанционном форматах. В связи с этим организациям образования предоставлено право самостоятельно определять предметы, которые будут проводиться в штатном формате и дистанционном формате. При этом в Министерстве образования подготовлены методические рекомендации, доведенные до всех организаций образования, согласно которых рекомендуется все основные предметы проводить в штатном формате и такие предметы, как художественный труд, музыка, оставлять пока в дистанционном формате.